здравствуйте вы на канале урал спецтранс здравствуйте константин добрый день данная модель транспортно-бытовая машина транспортно чтобы ездить бытовая наверно чтоб там чем-то бытом заниматься какой-то ремонтный отсек наверное наверное давай посмотрим я даже не помню я клиента помню что внутри не помню давай я уже это так тут дверцы тебя не прибьют тоже нет никакой нет ух ты слушай тут еще один вход должен быть на так подожди вот это давай мы теперь мыть мы теперь двери будем фиксировать везде мало ли у нас тут ветра тогда вот смотри как удобно раз слушай вообще классно заходи пойдешь сама не зайдешь так тут у нас купейный вагон мы имеем транспортно-бытовая машина то есть у нас получается 6 сидячих мест так мужики приехали на работу ну с такой машины слушай работа у них наверно не пойдет тут очень удобно проводить проводить переговоры какие-то после переговоров будет очень удобно даже отдохнуть можно так чё кто проводит здесь жить можно это не только для отдыха это вообще даже да ну совсем жить то совсем жить конечно тесновато будет если долго жить но если где-то приехали на объекты какое-то короткое время там может быть день-два перекантоваться да то в принципе даже очень вариант такой но это по большому счету мы там еще посмотрим там у нас получается да раз-два ну смотри то есть получается так раз два три четыре пять на пять мест лежачих то есть пятером можно спать да ну либо шесть сидячих мест вот так ну давай это обратно в положение наверно поднимем так вот удобно у нас сделано все подпружинено осторожно подпружин как в поезде чуть чуть повыше здесь у нас высота она регламентируется нашими нормами чтобы у нас транспортное средство было не выше четырех метров до в поезде там габарит то позволяет повыше сделать кстати тут все смотрю фиксируется в двух положениях можно фиксируется уже уже видишь зафиксировалась зафиксировалась когда машина будет ехать чтоб стол не брякал всем любимый автолин который является напольным покрытием это у нас пол-литра пол-литра суши многого идет переговорное устройство вот такое удобное на магнитике раз и все водителю сказать мол все поляна готова давай приходи накрыто да это пульт управления подогревателем вот он у нас стоит планарда до 4 киловатт печь ката сольный как ставится планар это вспомогательный то есть если машина едет зачем планар жечь если на улице тепло обычная печка она вполне справляется ну требования по безопасности огнетушитель установить то есть пульт управления печкой показали значит тут у нас имеется розетки вот здесь вот 220 вольт значит выключатель освещение давай фонари выключим а то потом аккумулятор заботы учить посадят лишь это фонари 24 вольта это 220 если 220 значит здесь где-то должен быть либо внешний подвод электроэнергии либо здесь должен быть генератор но мы чтобы глянем потом так это второе всегда нас ну то есть нормально чуток я ну вообще же нормально правда здесь двойное почему здесь двойное да но это евро окно обычно стоит единственное стекло которое мы заказываем она идет либо стали нет либо триплекс потребует ну что с необычное стекло ну при аварии при попадании чего-то оно должно либо в маленькие осколочки рассыпаться либо на пленочке висеть я не знаю что ставят честно скажу но то что либо столинить либо триплекс это точно вещи складывать печка еще одна стоит опять же автономная планар 4 киловаттный так тут у нас а тут у нас ничего нету то есть тут стоит только планар кстати вот почему-то но аналогически наверно сюда тоже надо было печку то сольную установить это у нас вентилятор накрышный вот он закрыт сарик взору раз открылся не знаю насколько его хватит конечно ухты ты посмотри что тут курить даже можно хотя курить вредно не мы не мы все бросили и мы не курим но вентиляция работает среди раз так это у нас но это у нас освещение 220 судя по всему то не розеточки 220 вольт ну вешалка здесь вешалка там конечно не совсем удобно в проходе что проходе но с другой стороны тут больше некуда реализовать так и чё у нас тут раз два третий отсек уже да да и третий отсек ты смотри когда мужики все-таки уже устанут отдыхать до поедят отдохнут но придут сюда еще тут есть возможность поработать то есть есть отсек значит вот он как отделан у нас оцинковка чтобы не повредить что-то тут тяжелая петли анкерные то есть то то есть ним да не просто так там еще усилители заложены то есть в полу петли крепежные в стенах крепежных что-то сюда можно какой-то груз положить его закрепить то есть допустим ну что сюда войдет но вот сюда наверное по большому счету много чего не войдет но раздатка войдет наверно может быть коробка войдет больше то ничего не войдет конечно по большому счету тут петель этих много и не надо так это у нас что давай посмотрим так ну это у нас опять же какой-то ящик с фанерным дном может быть под инструмент может быть еще под что-то но это люди придумают что одновременно это столешница ящики у нас здесь опять же под инструмент ролик для полиспаса лежит то есть тут нам на лебедка еще этой машины если смотрим закрываем ящик у нас уже не вывалится во время движения так вот здесь полочка фанерная что-то ложить так вот вот здесь значит у нас идет подвод электроэнергии сейчас мы с тобой посмотрим то есть вот это ниже судя по всем вот эта часть она предназначена для установки генератора наружного года это для доступа генератору изнутри ну мало ли что то там его надо обслужить долить бензин или солярки генераторы дизельные бывают бензиновые то есть это но дверца скажем так для удобства обслуживания может быть провода какие-то сюда затащить я думаю что по внутреннему пространству все подари выключу аккумулятор не сел огнетушитель топор кувалда лопата штырье заземление ломик суши ломик классный до обрати внимание как собственно все сделано чтобы по дороге сильно не брякало здесь вот зажим такой сделал то есть еще ломик уже стоит раньше очень было много уникальных машин сейчас все таки у нас как-то вот то совсем бедный деньги не выделяются предприятие закупок гораздо меньше идет чем раньше раньше были очень уникальные машины очень дорогие сейчас тенденция к тому что все экономят машина конечно покупают спрос идет но уже более дешевые комплектации то есть смотри стоит датчик не знает что такое сигнализация может быть кнопка стоит или на фонари стоит кнопка . дверь открывать фонари загорают скорее всего открываем все закрылись то есть отдохнули подкрепились за рам все пошли работать один из подписчиков прислал дельные предложения помнишь под про машину для взрывчатых веществ тут этих краштейн это для крепления скобы он ведь надо их дальше перенести ну то есть в принципе прав рычаг будет больше и открыть ветром будет сложнее вот у нас ниша для генератора то есть это вариант вы по моему несколько выпусков назад делали видеоролик где у нас генератор был в раме с приводом от раздаточной коробки вот здесь вариант такой что генератор автономный отдельно то есть на рынке вообще много генераторов всяких есть бензиновых есть дизельных есть сварочные генераторы вот вот он как сделан смотри как вот она лишь опускается я кручу то есть вот ручка вот у нас ручка ручной лебедки то есть мы и крутим допустим у нас здесь лежит генератор какой-то мы приехали на место его надо выгрузить подцепили выгрузили работаем то же самое обратно загрузили убрали его сюда установили да ты не видела мы такое делали уже много раз и зафиксировали вот это ребята у нас заказали с иркутска они будут на рост нефть работать может быть кто-то когда-нибудь увидит эту машину вспомнит это вот розетка мы уже где-то и показывали это внешний подвод электроэнергии то есть если где-то приехали там где есть электричество 380 вольт просто подключили эту будку и живут как в вагончике автономном с электричеством но это ящик zip zip опять ну как сказать ящиков не бывает но он на крючком здесь лишь вот этот противоподкатные башмаки стоят в данном случае но можно что-то положить то есть сделали как по уму в принципе то есть хоть и ящик весь железный до вниз положили фанеру чтобы не билось это все краску не откалывала но и не брякала вот кстати подъем опускания запасного колеса в принципе реализован точно такой же точно такой же лебедкой как и подъем опускание значит ну генератора тоже крутится опускается поднимается опять этот фаркоп поставили который никто не любит доем так осторожнее отходи вот у нас лесенка сейчас фишку лестнице покажу смотри обрати внимание то есть вот она нас так стоит да это если мы допустим вот эту створку открываем вот мы и открыли дверь зафиксировали с этой стороны зайди лучше будет видно дверь зафиксировали и вот мы по этой лесенке наверх держась за эту штуку ходим до если мы допустим ну запасное колесо открыли открыли вторую створку у нас может быть появилась необходимость ходить там если здесь что-то мешает вот так взяли и передвинули раз понимаешь удобно очень но она наверно больше будет удобно там где запаска стоит за кабиной то есть когда запаска не загар не загораживает часть дерева тем не менее то есть очень удобная функция она не слетает то есть тут таким образом сделано и и не сдернуть вот кстати кстати очень удобно лестница вот вот наверно помнишь мы с тобой про взрывчатые вещества снимали обзор вот такая лесенка бы наверно там удобнее было причем ее выше поднять чтобы она совсем до земли отпускалась то есть и дверь закрыла она на двери зафиксировалась приехала куда-то на объект чистое поле да там что-то в поле у тебя какой-то ремонт идет то есть там ты живешь грубо говоря кушаешь отдыхаешь а здесь ты какой-то ремонт делаешь ну что-то по мелочам конечно чтобы там не ходить отдельный вход удобно очень чтоб грязь не таскать то есть по большому счету пять человек полноценно даже 6 ну что здесь урал капотный там можно спать в принципе три сиденья водители как делают они ручку переключения скоростей выкручивают и получается а подожди вру даже ручку скоростей выкручивает это когда то внизу спят а сейчас покажу закроем да я я я расскажу когда я ездил в командировке мы вдвоем на урале ездили с водителя значит я тогда совсем молодой был часто ездил в командировке вот и мне приходилось таким образом ночевать в урале сейчас пойдем покажу ну понятно один ложится спать сверху на сиденье знаешь несколько суток не спавши то есть рычаг откручивается просто вообще и 2 ложится вот здесь в ногах на пол да когда спать захочешь вкуснешь вот тут кстати этот стоит тоже не знаю зачем тут столько баков то есть может быть это просто выложить забыли еще выложить вот он стоит тоже автономный топитель вообще вот эти бачки это под как раз значит солярку для автономного топителя здесь их три штуки может быть их не установили машину то наверное не знали еще может быть ее не стали не не сдали сюда такая еще не приняла скорее всего еще не недоустановили но кстати вот она переговорная ну кстати она это я думаю нелогично стоит потому что если будет один водитель то ему придется оттуда сюда тянуть по идее надо чтобы переговорная стояла где-то у водителя до конструктора нас если смотрят в данном случае только имея пассажира он сможет отвечать ну вот ну вот урал помните как в нексте закрывается двери вот как здесь закрывается да вот лебедка кстати помнишь мы там в ящике полиспас нашли ролик вот она лебедка электрическая на пять с половиной тонн ну то есть так у нее тяговое усилие пять с половиной тонн на первом витке а если через полиспас зацепить то собственно через один полиспас это в два раза больше то есть уже 11 тонн будет тягового усилия а если два полиспаса то есть соответственно уже будет ну 22 тонны по-моему да я уже забыл честно говоря ну вроде вроде такой расклад здесь двигатель стоит да по-моему стоит v-образная шестерку которую мы где-то как-то а мы ее показывали или нет я не помню не показывали и не показали ну будем показывать кстати отличие двигателя я мз 200 мз 656 54 в том что на него все еще ставят предпусковой подогреватель pgd pgd 30 вот его видно то есть он факел факелом греет еще масляный поддону смотри как сделали хорошо то есть тепло все идет на масло вот в этом преимущество этого значит подогревателя то есть он гораздо эффективнее позволяет машину подготовить к запуску вот сожалению современные предпусковые которые греют только тасол то есть их ну намного раньше надо запускать то есть скажем ну для сравнения то есть если на улице минус 25 минус 30 pgd запустил в принципе машину можно бы уже наверное запускать минут через 30-40 ну сам урал уже заведется а если брать значит предпусковой который греет только тасол то там ну собственно этими 40 минутами уже не отделаешься там лучше несколько часов подарить ну чтобы до прогрелась ступеньки нету да но вот кстати конструктора убежали надо сюда чё же они делают так на капот уже не залезть вот идет представитель службы атыка мы снимали ролик он не дает комментарии нет комментарии можно не давать вот смотри мы с ольгой уже второй раз обратили внимание на это сейчас мы проведем следственный эксперимент попробуй залезть на капот на капот да тоже подножки по на в камеру говорит я вижу так конструкторам вопрос по установке но ты вот такая и делай замечание вот сейчас придешь это вот в эту машину напиши невозможно залезть на капот потому что подножку убрали на ее значит надо вот вот железка то есть надо ее сюда переделать просто перенести как-то пусть я не знаю нужно еще на перенести ну и да хотя бы сюда перенести то есть ее ну подножка нужна ну тут вообще тут убиться можно как только если обувь это штаны марать залазить или лесенку с собой ничего делать машина-то вечная ну хорошего лазить до свидания всем до новых встреч на наш канал оставляйте свои вопросы в комментариях константин обязательно пишите свои замечания в комментариях пожелания замечания мы уже у нас было пожелание мы сняли ролик про этот круиз-контроль потом у нас были пожелания мы перемирили кабину поэтому вы пишите мы следим и делаем не все что-нибудь вернее что сможем да что в разумных пределах скажем так что не паразит не противоречит нравственности не ведет к ожирению не вредно до свидания